Соревнования для собак и их хозяев. Три дня в регионе проходит многоборье со служебными псами среди сотрудников кинологической службы системы исправительных учреждений. В колониях и тюрьмах работает 217 собак. Патрульные, разыскные, специальные, натасканные на поиск наркотиков. Эти соревнования для псов, патрулирующих периметр, участвующих в конвоировании. Кинологов и их четвероногих напарников проверяют в несколько этапов. Первый – дисциплинарный. Служебная собака должна беспрекословно слушать хозяина, выполнять команды. Второй – специальный. Конкурсанты идут по следу, совершившего условный побег, проходят полосу препятствий, обыскивают спецтранспорт. У нас в настоящее время присутствует 18 человек. От каждого подразделения по два человека. Соответственно, инструктор, старший инструктор. И разбили эти соревнования на три дня. Ввиду затраты времени. Просто много времени уходит на прием общего курса, на следовую. Потому что нужно расставить фигурантов. След тянется каждого по-разному. От трех до пяти километров. Время на таких состязаниях не имеет значения. Главное – четкость выполнения заданий. Бесстрашие собаки. Самые распространенные на службу псы крупных порог – немецкие и восточноевропейские овчарки – ротвейлеры. На фоне четвероногих коллег Малинуа по кличке Гуччи выделяется не только красным талисманом на шее, но и породой. Бельгийская овчарка в охране используется нечасто. Гуччи чуть больше года. Она юркая, быстрая и прекрасно преодолевает любые препятствия. Собака азартная, активная. С ней много надо заниматься. Гонять ее, чтобы физическую форму поддерживал. Рацион должен быть. В тарелочке играет, любит в мячике. С котом дома играет хорошо. В лобовой атаке главное – бесстрашие животного. Никакой реакции на выстрелы и удары палкой. В силу возраста Гуччи часто отвлекается, поэтому поиск по следу пока и не дается. Хозяин и напарник собаки Сергей рассказывает, животное не терпит грубости, с ней можно общаться только ласково, иначе команды своенравный пес выполнять не будет. Агрессия у Гуччи только по команде. По улице собаку можно смело водить без поводка и намордника. Никакого хищного интереса к прохожим она не проявляет. А вот исполин Бриг – собака внушительная во всех смыслах. Немецкая овчарка прекрасно справляется с функцией психологического устрашения. Вместе с Юрием Бриг конвоирует заключенных. Лучше всего на соревнованиях ему даются лобовые атаки. Юрий рассказывает, в его практике не было случаев побега. Офицер очень этому рад. Бриг может нанести серьезные увечья. 60-килограммовому псу всего два года. Он еще вырастет. Вот именно, наверное, за ласку и продаст. Ему больше ничего не надо отменить. Работу сделал, похвалил. Ну уж, а домой приедет, косточку свою получит. Мы живем в частном доме, поэтому мне проще. Он у меня живет как дома, так и в вольере. То есть, ну как сказать, к своим опять же, кто дома. Жена, он ее любит, все и защищает. И маленьких детей защищает. По итогам соревнований первое место в команде индивидуальном состязании заняли сотрудники исправительной колонии строгого режима номер 4. Традиционно победители выходят на этап многоборья в ЦФО. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.